всем привет с вами аня хацкевич и тема нашего сегодняшнего занятия как бороться с осенней ханро и депрессии как пережить осенне-зимний период как не допустить депрессии или если у вас уже возникает такое состояние апатии то что с этим можно делать эта тема актуальна для многих моих друзей для многих клиентов поэтому я решила сделать отдельное занятие и сегодня мы будем говорить о том какие есть внешние ресурсы которые помогают нам справляться с этим состоянием и помогают пережить этот период когда уже на улице холодно темно еще нет снега нам не хватает цвета нам не хватает света что с этим делать какие внешние ресурсы мы можем использовать и конечно какие внутренние ресурсы мы можем подключить как наполнять себя чтобы этот период был нам в радость а не воспринимался как тяжёлый и трудный. Давайте начнём с первого пункта. И первое, что я рекомендую всем сделать осенью, это навести порядок в своём доме. Первое, что мы делаем, мы с вами расхламляем дом и очищаем пространство. Если у кого-то есть с этой темой сложности, очень рекомендую вам книгу, которая когда-то произвела фурор и для меня лично является очень важной. Это книга «Магическая уборка» Марикондо. Это японка, которая много лет изучала тему уборки и вывела свой собственный метод, как убраться один раз и навсегда, как научиться поддерживать порядок. Посмотрите, очень её вам рекомендую. Почему так важно убираться и очищать дом от старых ненужных вещей? Если мы не очищаем дом, у нас скапливаются старые вещи, которыми мы не пользуемся, вещи, может быть, поломанные, то у нас перестаёт свободно двигаться энергия в нашем пространстве. Это раз. А во-вторых, вот этот беспорядок, он негативно воздействует и на нас, и на наши мысли. Такое ощущение, что и в голове у нас полный беспорядок. Поэтому как только вы уберётесь, избавитесь от ненужных вам вещей, то вы сразу дадите энергии двигаться. И избавляясь от хлама, вы наводите порядок и в своих мыслях. И это уже позитивно влияет на ваше ощущение жизни, ощущение себя. Туда не будет утекать ваша энергия, в места скопления мусора. Поэтому рекомендую вам взять несколько пакетов, пройтись по всем углам, и всё, что вам не нужно, или выбросить, или если вещи ещё хорошие и действительно могут кому-то послужить, то подумать, кому вы их можете отдать. Если какая-то вещь очень хорошая, но вы её не используете, ну как идея, отдайте её кому-нибудь за килограмм апельсин. Или за какие-то фрукты, или за что-то, что вас порадует. Попробуйте так. Но должны думать о том, что эта вещь действительно кому-то может послужить. То есть не отдавайте её как абузу для кого-то. Но об этом очень много написано в книге, которую я рекомендовала. После того, как в доме вы навели порядок и избавились от ненужных вещей, мы начинаем наполнять наш дом светом и жизнеутверждающими ароматами. Я вам рекомендую делать акцент на природных материалах. Что же можно сделать? Давайте поговорим о каждом пункте. Первое, что вы можете сделать, вы можете купить разные свечи и зажигать свечи во время ужина. Вы можете зажигать их перед сном. Таким образом вы наполняете дом энергией огня. Это очень важно в этот осенний-зимний период. Свечи вообще всегда хороши, но сейчас, когда особенно не хватает света и уюта, это как раз то, что вам даст свет и уют. Это свечи. Мы их часто дома зажигаем за ужином, когда приходят гости и без гостей. Даже когда я просто читаю книги вечером перед сном, я иногда зажигаю свечи. Если у вас ещё нет локального освещения, очень рекомендую вам купить инопольные и настольные лампы. Вот этот локальный свет создаёт ощущение уюта и интимную атмосферу и наполняет дом радостью. Если кто-то из вас путешествовал по Франции, был в Париже, вечером, например, проезжал по вечернему Парижу, то могли обратить внимание на то, что очень часто у французов в окнах горит такой локальный свет. Или если был кто-то в гостях, кому-то посчастливилось быть в гостях у французов, то тоже могли обратить внимание. Они большие мастера использования локального света, и как раз это даёт такое ощущение тепла. Я жила достаточно долгий период в Нормандии, где, в принципе, очень мало солнечных дней, там 300 дней в году идут дожди. И там я как раз заметила, как искусно французы наполняют свой дом вот этим светом и теплом. Например, ты заходишь в прихожую, в прихожей стоит какой-то небольшой фонарик или какая-то лампа, которую они включают вместо большой, может быть, лампы. Когда приходишь на ужин, очень много локальных светильников. Может, даже иногда нет основного или основное только над столом, а по помещению ещё есть какие-то небольшие торшеры, настольные лампы, есть свечи. Конечно, это создаёт ощущение такое прекрасное, чудесное, и уже всё равно какая там погода за окном. Обратите внимание на картинки, которые я вам покажу. Можете сами ещё поискать какие-то вдохновляющие картинки. Это не так дорого. Купить себе одну-две лампы, это может позволить себе каждый, и наполнить дом теплом. Следующее, что я очень рекомендую, это наполнять дом ароматами. Это могут быть ароматические свечи, если они вам нравятся, если не вызывают никакой аллергии. А могут быть фрукты. И не только фрукты. Ну, например, купите апельсины, мандарины. Когда начинаешь есть апельсины и мандарины, то сразу появляется ощущение радости, сразу вспоминается детство и предновогоднее время. Это такой сильный якорь, очень хороший. Поэтому это очень просто. Просто купите мандарины и апельсины. Пеките осенние пироги, осенние торты. Ну, если у кого-то диета, то можно ограничиться ароматами мандарин. Что еще можно добавить из таких теплых ароматов? Это шоколад растопленный, это корица, это какао. Даже если вы просто на фрукты посыпите немножечко корицы, или добавите немножко какао в молоко, это уже создает такое ощущение радости и счастья. Следующее, что вы можете сделать, вы можете смешать имбирь с медом, с лимоном. Я об этом еще расскажу позже. Во-первых, это и дает ощущение радости, а во-вторых, это еще очень хорошее подспорье для вашей иммунной системы, которую вы можете укрепить в этот период, когда мы склонны к болезням. Так, повторю, первое, что мы делаем, мы с вами наводим порядок в доме, очищаем пространство и затем наполняем наш дом светом и ароматами, которые вы выбираете, исходя из своего вкуса, из того, что хорошо для вас и что положительно влияет на вас. Вы можете зайти даже в аптеку, посмотреть разные ароматы, понюхать, почувствовать, что вам хочется именно сейчас и именно таким образом выбрать нужный вам аромат. Да, вы можете, кстати, зажигать и аромалампы, у кого они есть. Это тоже замечательный способ наполнить пространство ароматом и радостью. И следующее, что мы делаем, мы с вами обращаем внимание на цвет. На цвет в одежде, в гардеробе и на цвет, который присутствует в нашем доме. Что происходит осенью? Осенью солнца становится мало. Когда листья опадают, становится совсем серо и хмуро. Меняется цвет неба, и нам не хватает красок. А когда еще вокруг люди начинают одеваться в черное, коричневое, темное, невзрачное, то становится совсем грустно от нехватки цвета и света. Я где-то года три назад осознала, что на меня это очень давит. И хотя я живу в Италии, где солнца больше, и дома окрашены в яркие цвета, а в России так вообще со светом и цветом очень тяжело и угнетает его отсутствие. Не зря в психологии уже давно исследуют влияние цвета на нас, на наше психологическое состояние и активно применяют полученные знания. Так давайте мы их сегодня начнем применять. Итак, если мы с вами не можем перекрасить дома в своем городе, и мы, конечно, не можем переодеть всех людей, которых мы видим, то что мы с вами делаем? Мы добавляем цвет в свой собственный гардероб и в свой дом. Здесь нет единого рецепта, каждый подбирает по себе. И цвет должен подходить именно вам. Играйте и с цветом, и с текстурой. Посмотрите и обратите внимание на шелк с бархатом, на махер, на кашемир. Я говорю больше о натуральных материалах, потому что все-таки именно они приносят нам радость и приносят ощущение тепла. И здесь, как я сказала, нет единого рецепта. То есть вам в один сезон может хотеться добавить оранжевый цвет или розовый с узумрудным смешать, а в другой сезон вам может захотеться совсем другого. Если вы хотите, вы можете почитать еще подробнее про психологические аспекты, про цветотерапию. Вы можете почитать про то, как связан цвет и чакры. Но я думаю, что лучший вариант – это просто зайти в магазин и посмотреть на цвета и просто почувствовать, какой цвет вы хотите добавить в свой дом и какой цвет хотите добавить в свою одежду. И причем это могут быть разные цвета. То, что вам захочется добавить в одежду и то, что вас будет радовать, какие ткани, какой цвет – это одно. А то, что вы захотите добавить к себе домой – это совсем другое. Здесь ориентируйтесь на себя и на свои желания. Обратите внимание на то, в какой одежде вы ходите дома. А очень многие из нас любят донашивать дома ту одежду, которую уже как-то не совсем удобно одеть в офис, одеть на улицу. Они решают, хорошо, эту кофту я буду донашивать дома. Пусть она скаталась, но она же еще хорошая. Будьте внимательны, потому что сейчас, в осенний период, мы дома проводим очень много времени. Гораздо больше, чем летом, когда мы предпочитаем погулять с друзьями, сходить в лес, может быть, съездить на дачу. И поэтому обратите внимание на то, в чем вы ходите дома. Радует ли вас эта одежда? Нравится ли она вам? Если нет, очень рекомендую, поменяйте ее. Это не стоит так дорого. Найдите вещи, которые вам приятны, найдите материалы, текстуры, которые вам нравятся. Пусть это будут всего две вещи, но они действительно будут для вас комфортны, и вы будете в них ощущать себя красивыми. Это важно, в чем мы ходим дома. Следующее, о чем часто мне говорят клиенты, какое возражение возникает. Иногда говорят, «Ань, но если нет денег на то, чтобы купить столько всего в дом и в свой гардероб, что же тогда делать?» Я думаю, что это просто вопрос нашего выбора, мы делаем или нет. Можно отложить некоторую сумму денег и вложить, инвестировать ее. Это не траты, это инвестиция, это инвестиция в наш дом, в себя, в наше настроение. А от того, какое у нас будет настроение, будет зависеть и то, как мы будем работать. Будем ли мы работоспособны, или мы будем с вами пребывать в апатии. Если совсем в сложности, привожу как пример свой опыт, когда мне захотелось украсить дом к Рождеству. А в Италии любые украшения дома, сделанные вручную, это очень дорого. То есть пойти к флористу и купить рождественский венок, например, могут позволить себе не все. Что я тогда сделала? Я пошла в лес и нашла огромную такую кучу, где лежали ветви, где лежали целые пни нарубленные. И все это можно было взять и принести домой. Ну, конечно, пни я не понесла, но еловые ветви, красивые ветви, из которых я потом сплела венки, да, я их взяла. Все, что вы хотите, можно найти в лесу, тем более в России. Если вы живете в России, вообще нет никаких проблем. Сходите в лес, соберите красивые ветви, соберите еловые ветви, соберите шишки и сделайте сами своими руками какие-то украшения в своем доме. Даже просто собрать ветки с листьями красивыми и поставить в вазу, это уже создаст другую атмосферу в вашем доме. Вот поверьте, поэкспериментируйте. Если, например, для вас там дорого купить какие-то подсвечники, хорошо, опять же, пойдите в лес, найдите куски дерева и сделайте подсвечники сами. Очень красивые бывают подсвечники, когда это просто сруб, кусочек дерева, на который ставится несколько свечей и выглядит это чудесно. И это создает прекрасную атмосферу в доме. Так что все возможно. Это только вопрос вашего выбора. Хотите вы сделать это или нет? В первой части мы с вами рассмотрели внешние ресурсы, которые мы задействуем. Мы с вами говорили о том, как важно навести порядок в доме, очистить дом. И после того, как мы очистим пространство, что мы можем его зарядить энергией огня, добавив свечи в наш интерьер, добавив локальное освещение. Что очень важно, добавить цвет и в наш гардероб, и в наш дом, чтобы создать ощущение атмосферы радости, атмосферы тепла, уюта и роскоши. И что это совсем недорого и доступно каждому. И вы можете выбрать или сделать что-то своими руками, или уже купить готовое. Все это доступно, все это возможно. Сейчас я хочу перейти уже ко второй части. Мы будем говорить про наши внутренние ресурсы, про то, что еще мы можем сделать, чтобы пережить этот сложный для многих период, когда так мало света, когда еще не выпал снег, когда так мало цвета, когда небо такое серое. Что еще мы можем сделать с вами? Думаю, что для многих, кто в практиках давно не секрет, что женщина наполняется энергией через радость, через удовольствие. Тогда наша задача добавить радость в каждый наш день. Но с чего бы я хотела начать? Я бы сейчас начала с вопроса о том, что раз мы очищаем свой дом, мы можем очищать себя. Как раз осень – это хороший период для очищения. Осень и весна. И наши предки давно это знали и проводили очищающие процедуры именно осенью и весной. Обычно осенью очищают почки, очищают печень, очищают кишечник. Это начинают делать еще в сентябре, но я думаю, что и сейчас можно заняться очищением, можно найти очищающие комплексы или сборы трав. После того, как мы очистим тело, мы заряжаем его энергией. Так как мы заряжали наш дом, так же мы заряжаем и наше тело. Если в вашем регионе есть настоящие фрукты, есть ягоды, берите их. Вот я как раз показываю картинку. Это картинка из моего дома. У меня есть такая волшебная корзинка, которую я наполняю разными фруктами. И есть такое правило, что в корзинке должно быть пять разных фруктов. Это такая моя рекомендация, это такое правило. Покупайте разные фрукты и ешьте их. Делайте по утрам свежевыжатый сок. Это может быть любые цитрусовые, лимон, смешивайте с апельсином или с грейпфрутом на ваш вкус. Ешьте гранаты, ешьте яблоки, все, что доступно. И плюс добавляйте ягоды. Вы можете делать ягодные чаи, можно просто есть ягоды, можно добавлять их в торты, все, что угодно. Наполняйтесь витаминками. Если же в вашем регионе сложности с хорошими фруктами, я знаю, что есть такие регионы, или фрукты очень дорогие, и вы понимаете, что фрукты еще и не натуральные. Я знаю, что девочки жаловались, которые живут в Владивостоке, что у них большие проблемы с фруктами даже летом. Но сейчас тогда есть возможность купить витамины. Я, например, недавно, благодаря моей подруге, открыла для себя сайт iHerb, заказываю там, но вы можете взять где угодно, просто там я поняла, что это дешевле. Можете найти те витамины, которые подходят вам, попробовать разные, и наполняйтесь витаминами и минералами. Следующее, что мы делаем, как я вам сказала в начале, что мы, женщины, наполняемся энергией через радость. Мы не наполняемся энергией через боль и через тяжелую работу. Поэтому наша задача добавить маленькие радости в каждый наш день. Для кого-то это могут быть прогулки в лесу, для кого-то это может быть хорошая чашечка чая с облепихой или кофе, для кого-то это может быть посиделки с подругами, для кого-то может быть это чтение под уютным пледом с книжкой, для кого-то это пробежка морозным утром. Подумайте, что это для вас, как вы можете наполнить каждый свой день радостью. Напишите те вещи, которые вас радуют, сделайте такой список и посмотрите, что из этого списка вы могли бы сделать в ближайшее время. Осень – это такой период, когда все в природе замирает, и в общем-то и мы с вами тоже обращаемся больше внутрь себя. И осенью появляется желание уединиться, углубиться в себя, что в общем-то естественно. И если это приносит вам радость, такое углубление и уединение, то замечательно. Если же вы вдруг чувствуете, что вот такое углубление и уединение приводит к вас к апатии, или к печали, тогда все-таки нужно наоборот взбодриться и выбраться из уединения, и выбраться из кокона. И тогда стоит запланировать встречи с друзьями, какие-то совместные ужины, посиделки с настольными играми, может быть, совместный просмотр фильмов, может быть, поход в кино. Подумайте, что это может быть для вас, составьте свой список радостей и с завтрашнего дня начинайте воплощать его жизнь. Уверяю вас, что как только вы начнёте это делать, вы почувствуете, как приходит к вам энергия, и вы почувствуете, что на самом деле даже в таких тяжёлых ноябрьских днях или в начале декабря в тяжёлых декабрьских днях можно найти очень много радости и можно создать уют, и можно радоваться и ноябрю, и декабрю, и январю. Это возможно, и всё зависит только от вас. И сегодня мы с вами найдём наш особенный, наш индивидуальный персональный ресурс, который будет работать в это время, осенне-зимнее, именно на вас. Мы с вами сделаем медитацию, которая называется «Дорога в детство». Я её так назвала. И мы будем с вами создавать после этой медитации волшебную карту осенних и зимних радостей. Эту медитацию я буду проводить в энергии ТЭТА. Если у вас нет настройки на ТЭТА, то ничего страшного, сегодня я вам дам энергию, я подниму вас вместе с собой в ТЭТА. Кто ничего не знает от этой хилинги, можете прочитать после занятия. Если в двух словах, то этот метод был создан, разработан Вианной Стайбл много лет назад. Она обучает своих учеников, как переводить работу головного мозга на ТЭТА-волну. ТЭТА-волна у нас обычно бывает, когда мы с вами засыпаем. Именно на этой волне, когда мы на ТЭТА-волне, когда наш мозг функционирует на ТЭТА-волне, легче всего производить изменения, легче всего работать с подсознанием, находить негативные убеждения и менять их на позитивные. И на этой волне могут происходить исцеления. Естественно, на этой волне достаточно легко входить в медитации, проводить медитации и различные практики. И на этой же волне легко исполняется желание. Мы будем работать с вами в энергии безусловной любви. Поэтому, если нет настройки, повторюсь, ничего страшного, я вас с собой подниму в это состояние. Важно перед началом медитации немножечко попить воды. Поэтому, если сейчас нет рядом воды, я подожду немножко, повозьмите воду и возвращайтесь. У кого есть вода рядом, сделайте несколько клотков. Сядьте поудобнее, руки-ноги не перекрещивая. Я рекомендую, чтобы ваши стопы касались пола, если это возможно. Если совсем устали, вы можете лечь. Важно принять удобную позу. Если что-то есть, перетягивающие, ремешки, какие-то заколки, которые, может быть, некомфортные, снимите их. Если какие-то браслеты, которые перетягивают руки, то тоже можно снять. Принять удобную позу, закрыть глаза, сделать глубокий вдох и выдох и представить сейчас, как ваши ноги, словно корни, вырастают глубоко-глубоко в землю. Как из земли вы берете земную энергию, теплую, тягучую, как мед. Поднимаете ее через ноги, через ваши ступни, вверх, 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 до макушки. Над макушкой мы сейчас представляем шар. Обратите внимание, какого он цвета. мы мысленно садимся в этот шар и летим с вами вверх. И мы летим через яркий свет, тусклый свет, яркий свет, тусклый свет. Впереди мы видим желеобразную субстанцию, которая переливается со всеми цветами радуги, похожую на полярное сияние. И мы пролетаем через нее и летим выше. И впереди мы видим розовый свет. И мы влетаем в розовый свет. И летим еще выше. И мы видим белый, искрящийся свет. Свет безусловной любви. И мы влетаем в этот свет. Это свет безусловной любви. Седьмой план бытия. Вокруг нас никого нет, только свет безусловной любви. Насладитесь этим светом, скупайтесь в нем. И сейчас мы представляем, как от наших ног вперед идет дорога. Эта дорога ведет нас в наше детство. Для кого-то это асфальтированная, широкая дорога. Для кого-то это тропинка в лесу. Для кого-то это проселочная дорога. Она у каждого своя. Для кого-то может быть вымощена старыми камнями. Она приятная. И по ней так чудесно идти. И мы идем по этой дороге. Мы видим красивую дверь. И мы открываем эту дверь. И входим в наше детство. И мы видим себя. И мы видим, что сейчас осень. Что листья с деревьев практически все опали. И что небо стало такое низкое. И мы видим себя в этой осени. И мы чувствуем, что можем сделать очень много этой осени. Мы вспоминаем, как может быть мы собирали красивые кленовые листья. А может быть мы пекли ароматные печенья с корицей вместе с мамой. Или с бабушкой. А может быть мы ходили по шуршащим листьям. Кидали их вверх. А может быть мы вспомним, как здорово было шагать по лужам под дождем. И как классно было идти с зонтом. У каждого свои воспоминания. Самые теплые, самые радостные воспоминания об осени. О том, что мы делали, когда мы были маленькие. сейчас вспомните, что именно вам нравилось делать осенью в вашем детстве. Что это было? Что приносило так много радости? Почему вы ждали осень? Что именно вам так нравилось в вашей осени? Что вас радовало? Что вас вдохновляло? Какие ароматы вы помните? Что вам нравилось? И я вам дам немного времени, чтобы вспомнить все эти радостные моменты, то ощущение счастья, которое накатывало на вас осенью? Что вы могли делать в сентябре? Что вы делали в октябре? Что вы делали в ноябре? Может быть, это были какие-то поделки, которые вы делали в школе? Или вместе с родителями? Или с братом, с сестрой? Посмотрите внимательно, что именно вам там так нравилось. и сейчас запомните эти моменты и мысленно положите их в свое сердце. Запомните, потому что потом мы еще к ним вернемся. А сейчас представьте, что самые последние листья упали, и вот начинается первый снег, и к нам приходит зима. Возможно, вы сидите дома и из окна смотрите, как засыпает улица снегом. А может быть, вы идете из школы и под ногами хрустит снег. А может быть, вы играете с друзьями на улице, засыпанной белым снегом. Посмотрите, где вы, во что вы одеты, что вы делаете. Может быть, вы катаетесь на коньках, а может быть, на лыжах. А может быть, занимаетесь вязанием. А может быть, что-то печете. Вспомните какие-то смешные истории, которые с вами происходили зимой, когда вы были маленькие. Может быть, как вы падали и валялись в снегу, как весело кидались снежками и катались с горок. А может быть, как прибегали домой и отогревали ладошки дома под горячей водой. А может быть, вы что-то пекли дома, что-то очень ароматное вместе с вашими родными. А может быть, вы готовились к Новому году и наряжали елку. А может быть, что-то выжигали. А может быть, сами создавали елочные игрушки. Вспомните, что именно вас так радовало зимой. Почему вы так ждали зиму? И что вам так нравилось зимой? Может быть, вы делали кормушки для птиц и вывешивали их за окно и насыпали туда каждый день зернышки. А может быть, привязывали кусочек сала для синичек за окошко. что именно вы делали, что вас так радовало? Вспомните, почему вы так ждали зиму? Что именно вам так нравилось? Вспомните каждый момент и положите эти моменты эти эмоции, которые вы переживали прямо в своё сердце. Запомните каждый момент, когда вы радовались, когда вы смеялись, когда вам было так хорошо и так весело. Положите эти моменты в своё сердце. сейчас мы мысленно возвращаемся с вами в наше настоящее. Мы наполняемся с вами энергией любви и радости. и когда вы наполнитесь достаточно и искупаетесь в энергии любви и радости, начнёте возвращаться обратно. Сейчас мы возвращаемся обратно. мы чувствуем энергию в нашем теле. Излишки энергии мы через ноги пускаем в корни и через корни мы отдаём земле. Из земли мы берём тёплую земную энергию, тягучую, как шоколад. Через ступни мы её ведём вверх, вверх, вдоль нашего позвоночника. И мы её поднимаем до нашего сердечного центра. Центрируемся на нашем сердце. мы делаем глубокий вдох, плавный выдох. И мы открываем глаза. И сейчас мы берём ручку и листочек и записываем то, что мы вспомнили. Мы записываем наши воспоминания об осени, о самых ярких, самых классных моментах, когда нам было очень хорошо, когда нам было радостно. Мы вспоминаем, что именно мы делали, где мы были и что нам доставляло такую радость. Записываем это на листок бумаги. После этого мы также записываем наши воспоминания о зиме, о том, что нам так нравилось, о том, что нас так радовало. Это те самые якоря из детства, те самые воспоминания, которые мы сейчас можем использовать как ресурс в настоящем. Что мы можем сделать? Мы можем с вами взять листок бумаги, пусть это будет формат А4 или, если вам нравится, формат А3. Мы берем с вами старые журналы или мы находим какие-то картинки, которые напрямую показывают вот те воспоминания, которые у вас всплыли, или, может быть, ассоциируются с ними. И мы вырезаем эти картинки, распечатываем какие-то картинки из интернета и наклеиваем на этот лист. Вы можете сделать два отдельных листа или один общий. Это будут наши волшебные карты осенних и зимних радостей. После того, как вы это сделаете, вы можете повесить на видное место или, если стесняетесь на видное место, если, может быть, не хотите показывать своим домашним, можете повесить свой шкаф или куда-то, где вы все-таки сможете это видеть, хотя бы раз в день вы сможете это видеть, вашу карту желаний. И дальше вы начинаете реализовывать эту карту, вы начинаете ее применять в вашей реальной жизни. То, что всплыло в ваших воспоминаниях, подумайте, что из этого вы могли бы начать делать прямо сейчас, в ближайшие дни. Если вы катались на коньках, и это доставляло вам огромную радость, посмотрите, есть ли в вашем городе где кататься на коньках, есть ли катки, когда они откроются, запланируйте туда поход с друзьями. Это будет здорово. Если катались на лыжах, то же самое, возьмите и начните кататься. Если собирали осенью букеты, и это вам нравилось, собрать букет из листьев, принести домой, сделайте это прямо сейчас. И это вам даст ощущение радости и счастья. И это ваши собственные индивидуальные ресурсы. У каждого он будет свой, и он будет работать именно на вас. Поэтому обязательно запишите, обязательно сделайте карту и начните применять прямо сейчас. И вы увидите, как изменится ваше ощущение от этого сложного для многих периода. особенно сложный месяц, он именно сейчас идет, это ноябрь. Для многих ноябрь сложен тем, что это уже не осень радостная такая желтая, и еще не зима. И все равно даже в ноябре можно найти очень много того, что вы можете сделать. Если вы пройдете по всем тем пунктам, которые мы сегодня разобрали, от внешнего к внутреннему, я уверена, что вы совершенно по-другому начнете воспринимать осень и зиму. И именно эти периоды вам будут приносить такую же большую радость, как и весна и лето. Я сама прошла через этот опыт, когда мне было очень сложно воспринимать этот период, и когда я с ужасом ждала осени и зимы, и с ужасом думала, сколько же еще ждать весны и лета. Но как только я начала по-другому относиться к себе, к своему дому, и начала реализовывать вот эти маленькие радости, наполнила свой дом светом и теплом, и изменила свой гардероб, и поменялось полностью мое ощущение от этих сезонов. Это возможно, и это будет в вашей жизни. Прямо сейчас важно начать действовать. Всех люблю, всех обнимаю, и желаю всем чудесной осени, прекрасного ноября и прекрасной зимы. Пишите в комментариях, что удалось вам сделать и как меняется ваше ощущение, как удается справляться с осенней хандрой. Буду очень рада вас слышать. Субтитры